Начали игрок. Когда запись включаешь. Комментарии игрока, пожалуйста. Сегодня, во-первых, мы получили урок с выездной игры против Днепра. Мы с Днепром сыграли очень плохо. Проиграли, прежде всего, в борьбе в характере. Сегодня мы положились на эти качества. И, в первую очередь, задача была не проиграть в этой битве, так как их команда – это бойцы. И нам, если мы хотим побеждать, только через борьбу надо выигрывать. Старались доигрывать атаки до конца. И это принесло свои плоды. Даже при счете минус 10 мы не сдались. Не было поспешных атак. Пытались сыграть до верного. И, видите, победа пришла сама. Спасибо зрителям, которые нас поддерживали. Надеемся, что в дальнейшем будет их еще больше. Спасибо. Спасибо вам, Андрей. Да. Сегодня был второй матч цикла. То есть, играли в пятницу. Мы играли в пятницу в Днепр. Тоже у них была тяжелая игра. У нас была тяжелая игра. И сегодня на первый план выходили ранее волевые качества. И дисциплина. Поэтому сегодня от победы заслуживали меня команда. Но мы сегодня в нужные моменты. Видимо, мы выиграли подбор. Хорошо сыграли и на периметре, и внизу. Ну, где-то местами мы еще не дорабатывали, не попадали где-то в свои мячи. Ну, защитой компенсировали, защитой и подборами компенсировали эти моменты. И вся команда сегодня, кто выходил на площадку, каждый старался сегодня победить. Поэтому мы у нашей команды закаляем дух победителей. И он с каждым разом приходит. Ну, за один день его очень сложно сделать. Поэтому мы идем курочка по зернышку. Мы пока идем победа за победой. И будем стараться радовать своих болельщиков. Большую благодарность. Поэтому приходите на простейбол и будем стараться вас радовать дальше. Вначале немножко не пришли броски, да? Процент попадания. Вначале все не пошло. Вначале мы настраивали ребят. Просто не были подготовлены атаки. Были поспешные. И мы получили 3-4 трехочковых легких мячах. Потом уже взяли демаун, замены. Перестроили чуть игру. И начали играть длинные атаки. Начали защищаться. Начали справляться на пикинголах, как мы нагревались. И уже переломали ход игры. И поэтому сегодня вошли в игру. То есть команда не сломалась. Она не ела. Она просто не выполнила обстановку. В конце был момент Пантанинска. Где визуал атаку? В минус 3-й был счет. Шла конца атака на дросси. А что было? Да. Мы договорились, что фалить надо было 3 месяца. Забил два очка. Там надо было фалить. Но наш игрок не сфалил еще. И после таймаута тоже мы говорили, что надо было фалить. Когда начало бросать трех. Мы чуть не разобрались. Просто по защите. А Жене бы сказали. Хочем, чтобы он второй бросал бумазом. Но он его забил. Бросал бибом. Все время они мимо бросали. И забивали только в нужные моменты игры. Поэтому это баскетбол. Но вот доля секунды ситуации меняется. Видите, как сегодня мы справились с борьбой. Справились с лечениями мячами. Хорошо. Тоже бежали, защищались. То есть сегодня команда выходит на тот уровень, который мы хотим. Как болельщики вообще, наверное, хотят, чтобы мы сразу в лень чемпионов. Это хорошее желание. Мы тоже максималисты. То, что от нас требуется. Мы стараемся идти по моростающей. И радовать наших болельщиков. Все. Комментарии игрока. Андрей Мишулов. Наш комментарий. Обидно. Ехали сюда, в Одессу область. За двумя победами. Настраивались ни на Южную, ни на Одессу. Очень хотели выиграть. Обидно проиграть в такие игры, когда хотел выиграть. В общем, не выполнили тренерские установки. Сегодня мы были больше по одному, чем вместе, чем команда. Будем собираться работать на наших игроках. В начале у вас пошла игра. Может, ты устал после игры с Химиком? Я не думаю, что мы устали. Мы, скорее всего, устали по одному играть. Мы не можем встать на молодой игрке. Мы не устаем. Просто, что... Вот начали по одному. Это, кажется, у себя. Наверное, для этого сказалось. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, к сожалению, в чем-то Александр Бишола был прав. Мы развалились в какую-то игру один на один. И потеряли наши нападения, потеряли движение мяча. То есть каждый игрок хотел что-то решить. Единолично нападение. Это сказывалось и на защите. Не было доверия друг к другу. Вот. Ну, это, наверное... Я не думаю, что какая-то команда украинская чем-то от нас отличается. После хороших побед обычно идут спады. И даже я не могу назвать это спадом. Скорее всего ребята просто почувствовали, что каждый может решить исход игры. Это хорошо, но это должно быть все равно коллективно. Все равно должны работать вместе. Верить друг другу. Делать лучшее дело. Может, больше эмоций просто оставили в Южном? Да, конечно. Мы оставили много эмоций, много сил в Южном. Вот. Ну и команда Одессы сегодня провела хорошую игру. Попали несколько очков, несколько голов. Забили таких, можно сказать, сумасшедших через руки на последних секундах. Вот. Но нас это не должно ни в коем случае как бы угнетать. Но сегодня для нас это было больно. И ребята, как ни странно, на это реагировали. Спасибо. Удачи вам. Удачи вам. Удачи вам.